Экс-глава секретной программы Пентагона заявил, что НЛО отключали ядерные объекты в США и прочее, прочее. Много очень выступлений сейчас в Соединенных Штатах по поводу НЛО. Опубликован доклад, но многие, кто читали, разочарованы, говорят, нет там нифига, как этот наркоман Масек нам сказал. Помнишь, я тебе говорил, когда мы идем с помощником в книжный магазин, нам нужно было взять, я уж не помню, какие книги, а и он такой вылетает, а этот мой помощник, он бывший наркоман, он подбегает, вы куда? Он говорит, в книжный. Он говорит, был я там, нет там нифига. То есть, у него ощущение, что весь мир ходит в поисках наркотиков. Вот так и здесь. Посмотрели в этот доклад и нет там, не увидели. Ну, может быть, слона не приметили. Что сейчас там вот по поводу этих НЛО говорят? И твое мнение, почему так резко тема-то вдруг приобрела популярность? Она же сама по себе не может приобрести популярность. Тема НЛО – это всегда ровно. Это раньше там в какие-то сороковые, пятидесятые шло на пик. А сейчас это ровная тема. Если вдруг происходят какие-то всплески, значит, причем не обусловленные появлением каких-то объектов там вот непосредственно над крупными городами и так далее, то, наверное, это накачивается. Ну, видишь, я так понимаю, у человечества, да, такие есть глобальные интересы, которые, как бы, знаешь, очень бы хотелось узнать секреты. И те правообладатели этих секретов, знаешь, могут манипулировать. Ну, посмотри, как там в России там манипулирует Путин, вспомнил, захватил все средства массовой информации. Не откажет, знаешь, все правильно делает. То есть посадить этих и зомбирует там население. Я думаю, может, в Америке там не так это развито, но я думаю, они прекрасно отдают себе отчет, знаешь, массами манипулировать. То есть, обратите внимание, там в нескольких фильмах, даже там голливудских, основное, там, если нужно договариваться с правительством на какую-то сделку, помнишь, как в Армагеддоне, дайте, значит, у нас два требования, скажите, кто Кеннеди, и сделайте так, чтобы больше не платили налоги никогда. Потом в этом, помнишь, в этом с Николсон Кейджем, как там этот National Treasure, тоже там, значит, нашли книжку там, где все написаны, в том числе про НЛО. То есть они, я думаю, это, значит, используют, чтобы отвлечь народ, вброс такой сделать и так далее. Потому что, я думаю, знаешь, если действительно что-то серьезное там есть у них, они это будут за семью печать иметь до последнего. Мало того, что, знаешь, паника поднимется, потом выяснится, что, знаешь, представляешь, одно дело секрет, а другое дело все будут знать, тут не одни на этой планете. Представляешь, какое у человека будет самоощущение, что нифига себе, о чем вот это, оказывается, сними, а вы тут от нас что-то скрываете, то есть недоверие к правительству и так далее. То есть я думаю, это просто такой вброс чисто, знаешь, с целью правления массами, особенно, знаешь, в преддверии этих всех встреч, кризисов политических и так далее, то есть больше ни за чего. Видишь, там в Алабаме разрешили медицинскую марихуану, то есть самый один из консерватинатов, республиканский, один из самых последних, где наконец-то они приняли этот закон. Тоже все сейчас, знаешь, с утра до вечера, это медицинская марихуана, медицинская марихуана, значит, в штате Алабама, то есть как будто больше других, значит, насущных новостей нет. Я думаю, это чисто для того, чтобы отвлекать людей. Я не смотрел этот доклад, я, наверное, не буду даже смотреть, время охоты терять, потому что наверняка будет вот так вокруг дома и никакой конкретики. Да, ну, представляете, сейчас встреча Байдена с Путиным где-нибудь там над Атлантикой, да, вдруг НЛО сталкивается с самолетом президента США или НЛО сталкивается с самолетом Путина над горами, да, альпийскими. Вот будет весело. Причем, ну, можно сказать, что это фантастика, но я всегда вспоминаю случай, который почему-то не входит в перечень аварий самолетов Ан-2, а документы все имеются на этот счет. И, кстати, в интернете они выложены в том числе, это северные Вановары 1 февраля 1975 года погиб Ан-2. И вот до сих пор абсолютно неизвестно по какой причине, то есть на высоте полтора километра он столкнулся с неопознанным летающим объектом, который проделал дырку в винте, потом дырку проделал в двигателе, а потом, соответственно, убил этих пилотов. И там вся кабина была в крови, и самолет просто снижался, 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 и при снижении, то есть он неуправляем был, потому что пилоты не могли управлять, они погибли. И при снижении там куда-то влетел в лес, достаточно хорошо сохранился, чтобы можно было оценить повреждения. То есть у него кроме этих повреждений ничего не было. Двигатель причем был пробит, но работал до последнего, то есть до последнего момента, до встречи с землей работал. Поэтому вот такой был странный случай, я всегда его помню, ну, как-то когда говорят про НЛО, про какие-то другие вещи. То есть там больше ничего не было найдено, кроме дырок, кроме вот этого повреждения. И самописец слетел на высоте, там я уж не помню какая была, полтора что-то километра, от удара слетел самописец на этой высоте, и поняли, что, в общем-то, как раз столкновение там было. Но до сих пор никто не знает, что это такое, понимаешь? То есть вот так мы живем. Почему это может случиться с Ан-2 и не может случиться с самолетом президента Путина, Байдена и так далее? Особенно в условиях, когда НЛО там пешком ходят, как, судя по докладам, по этим, да, ходят пешком. Продолжение следует...